ну что мы в мерседесе в с-классе 223 сейчас я вам покажу как офигенно работает задняя подвеска в режиме индивидуал ездим там внизу же у нас стоит камера я думаю сейчас будут съемки с именно с нее вот я снимаю сейчас на другую камеру не ногу про посмотрим как получится драйв поехали сейчас на парковке вам покажу как с одной стороны удобно с другой стороны не всегда парковаться на такой хитрый подвески когда вы спускаете по серпантин у вас все вообще просто шикарно делать разворот просто все офигенно но если у вас есть у нас систему поменяли немножко шереметьево но если у вас есть нюансы куда даже смотреть сейчас поверну как ведь я уезжаю и делал такой правый поворот ни одна одной машине в мире который сейчас существует я так не смогу сделать ну может и столько на совсем маленькой окно закроем вот сейчас я спускаюсь вниз диджай конечно классная камера но есть много нюансов вот в чем преимущество как таковое в этой рулящей подвески вот смотрите мы подъезжаем не надо запарковаться и как обычно допустим точнее этой минус и плюс запарковаться я делаю правый поворот видите как обычные люди паркуют сюда а у меня выкрутилось колесо я включу задние выкручу до конца руль если я буду так сдавать я тупо врежусь смотрите тупо врежусь показываю это вот так не работает с этой машины соответственно я руль выкручу почти что прямо буду чуть-чуть по чуть-чуть давать налево буду совершать левый поворот ну что очень сильно закручивать руль не надо у меня сзади колесо соответственно выкручивается теперь до упора вот смотрите что происходит я паркуюсь назад и и не места хватает допустим обычной машине я бы во первых проще во вторых и было бы намного удобнее вот ну точнее привычнее здесь тоже можно привыкнуть видите я запарковался но надо понимать что если вы меняете машина с одной на другой у вас есть нюанс также выезжать в принципе неудобнее комфортнее на этой машине выкрутил до конца и поехал вот видите я выехал сразу в левый ряд да навстречку может сказать они правы соответств также парковаться причем парковаться удобно даже перед феноменально удобно потому что улица подвеска совсем по-другому если я сейчас совершу такой маневр положим там волевые стоят не подъедем все будет ехать так да и вам надо запарковаться между этих двух автомобилей я проеду делаю до упора и я просто спокойно все я встал и выезжать также удобно если надо назад я выезжаю спокойно у меня нету сложности с этим абсолютно никаких но так как руль выкручивать на 1 обычной машине здесь не надо надо соответственно камера офигенно работает машина умеет также сама парковаться сама ездить много чего умеет соответственно одно удовольствие не автомобиль с точки зрения но про минусы самой подвески вам сейчас выйду на улицу и расскажу отдельно потому что это отдельная история о том что как ты можешь поцарапать диск и ты не совсем удобно тебе парковаться именно около бордюров как по привычке так что так вот надо снимать камеру выходить а еще пока мы в помещении можно будет кое-что продемонстрировать вам интересную вещь а вот он так выглядит у нас теперь в пленочке во всей так шикарные диски я вам показывала была на зиме вы кстати мне зимние диски тоже очень сильно нравятся на ней и диски одинаковые почему я говорю про поцарапать диск задний если у вас разноширокая резина у меня одна широкая резина по на разноширокой резина чуть-чуть больше торчит вот сюда вот где-то вот настолько ты соответственно вероятность чтобы поцарапать и диск намного меньше но здесь к сожалению это не так соответственно сейчас обойдем автомобиль я вам продемонстрирую вот видите гопрошечка уже стоит продемонстрирую вот видите приезда раз где-то еще был раз но здесь тоже только в два ряда получилось вот причем я стоял на месте просто выкрутил руль и соответственно колесо повернулась и уперлась бордюр вот такой нюанс поэтому трогаться точнее крутить руль лучше когда ты едешь чтобы не поцарапать но аккуратно и нежно вот такой нюанс плюс ко всему эти ручки волшебные они немножко раздражают тем самым потому что если ты делаешь медленно у тебя все нормально если ты дергаешь как-то вот по-другому там стоит сенсор который открывает дверь ну датчик а если тебе неудобно то она через раз открывается как-то вот с такое мероприятие ну красиво подсвечивается вот такой вот момент с парковкой на парковке так выезжаем и я вам еще больше расскажу хотя сейчас мы про подсветочку еще расскажем так как мы уже как говорится вечером можно сказать на парковке же вечер сейчас поставим сидение обычное положение соответственно любимые всеми подсветка которая делает вот так вот помимо этого она еще делает когда у вас красной зоне машина он пойму треугольничка загорается тоже полоса загорается к красным по салону салон у нас светлый соответственно ужасно пачкается с той стороны он уже испачкался соответственно где я сижу потому что я в джинсах езжу по салону ну достаточно комфортно но место маловато я бы так сказал я бы все-таки если ездить сзади использовал бы майбах для комфортной езды сзади но как говорится за не менее другого это подойдет почему-то странно стоит монитор ладно посмотрим разберемся как говорится вот а так все в принципе здесь прекрасно как во всех мерседесах и красиво так выезжаем и я вам продолжу рассказать я расскажу вам про него интересное много много вещей пока поизучал тут пробег у меня все четырех тысяч километров на самом деле но при этом можно всякие фишки дрючки тут есть эксклюзивный есть приборка вот такая вот изучаем потихонечку она прикольная только ночью потому что полностью черная это вообще очень круто смотрится потом классическая она вот как у меня сейчас дальше у нас получается приборка можно навигацию включить она кстати будет 3d офигенная навигация в центре она 3d показывает если вода там вода там плещет прикольно потом что у нас еще тут есть есть такая штука вспомогательной системы как работают вот и если ее включить вы будете видеть что впереди вас едут машины вот я вот и я за ними еду если торможу туда чтоб сигнала есть поворот включать даже поворот не загорается мультики будь здоров соответственно все это вот работает это все видят это все чего-то там пищи трещит показывает разрешенную скорость хотя врут здесь 90 ну что поделать вот дальше у нас тут еще есть мы можем посмотреть когда то когда не то проходить соответствие спортивный режим спокойный режим но это все ерунда на самом деле также также вот это меню сверху это меню у меня сам проекционного экрана можно показывать дополненную реальность к сожалению на камеру я не могу это снять вот но тут можно выбирать что она будет показывать ну окей я езжу в основном в классическом варианте и чтобы мне пока можно кстати тут же навигацию включить будет вот так вот коротенько показывать ну кому нравится кому нет мне показывает какие у нас общие показания за сегодняшний день после старта нет информация более важно для работы чем какая-либо другая дальше автомобиль навигация кстати тут есть тоже красиво это отдельная история сейчас мы доедем проект проедем 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 въезд на платный участок запаркуемся я вам подробненько расскажу блин камера с одной стороны прикольная диджаевская она качество картинки офигенно по сравнению гоупро но при этом вот сенсор будет показать поворачивать влево вправо и он наклоняется как будто перегрузки какие-то хотя мы едем еле-еле автомобиль ей умеет ездить накатом накатом делать так что выключает даже двигатель видите выключил двигатель и закатами сейчас подумал что стоит опять завестись до накатом он может ехать только в моменте когда вы едете просто по прямой отпускаете газ она глохнет дальше вы едете едете нажимаете ли газ или тормоз заводится двигатель и все полноценно работает но но и так полноценно работает и климат-контроль полноценно работает все все шикардос проезжаем платный участок въезжаем на платный участок работает все пищи все погнали уезжаем по динамике он офигенно разгоняется секунды не замерял не буду интересно как паспортные данные я думаю он выдает ездить она может двести пятьдесят двести пятьдесят двести пятьдесят монитор ты видно вообще двести пятьдесят семь километров в час по компьютеру сейчас выйдем пыль нем разочек на нем на прям на прямую дорогу и стартанем сайте будут стартовать не в спорте в обычном режиме кстати она заглохла и посмотрим как она ездит ну что с 50 километров в час и выключена двигателя кикдаун вот она как-то вот так вот разгоняется так мы уже превышаем не будем превышать как-то так вот она разгоняется не сторонник превышать чуть-чуть вот в основном езжу по правилам поэтому штрафа практически не бывает вот сегодняшний расход это я по пустой москве ехал просто идем в повороте камера тоже поворачивается зараза не люблю когда так делает расход на сегодня 13 литров на 100 километров проехал средней скоростью 34 ехал по городу вот 67 километров всего проехал немного за два часа в основном нигде не стоял никого не ждал ничего не делал просто ехал наслаждаюсь дорога также машина умеет ездить на круиз-контроле сейчас включим лимитатор выключаем включаем круиз-контроль ставим 110 комфортному пирс отпускаем руль все и отпустил даже газ руль и теке и как-то странно вот так что едем соответственно показывать этого не буду но машина сначала возмущается потом начинает резко тормозить в пол проверял мне некомфортно было ощущать это специально за ваших проснулся так вот мы едем наслаждаемся вот что еще машин умеет вроде еду никому не мешая в среднем ряду но надо передать перед тобой перестроиться как люди ездят вообще не понимаю так про эту штуку расскажет про компьютер бортовой соответственно навигация красивая офигенная вот так может показывать все круто офигенно потом что еще интересного есть климат можно управлять есть качество воздуха показывает какой какой качество воздуха снаружи внутри автомобиля есть ионизация включение включения ароматизация там стоит флакон арома жидкости вот показывает всякие там полезные вещи вот так же автомобиль есть автономный отопитель это то бишь вебаста хотя машина бензиновая вот сейчас мы доедем до заправочки машина также умеет сама читать знаки а потом тормозить вот видите она автоматически вычитал где-то знак 70 скорее всего было на съезде наши знаки как бы странно стоят и соответственно она решила притормозить ну окей ладно есть такой нюанс кстати говоря в камень шкоды вот у меня здесь приключатели сделано для включения света всегда в авто стоит кстати говоря и когда вы соответственно едете на машине его загорается ближний свет где загорается тоже значок что у вас включен ближний свет компания volkswagen почему вы не можете сделать что здесь загорается ближний свет что за фигня это камешки были ладно бог с ними нам пофигу на камешке так здесь стоять нельзя в теньке места нету на улице жара кстати дичайшая дичайшая жара вот кстати говоря припарковался смотрите припарковался поставил на паркинг машина заглохла но при этом кондиционер везде работают с эти кондиционер включается это интересно самой вентилятор не крутилка вот так вот не знаю мне крутилка вариант больше нравился честно говоря вот все сенсорное сидение регулируется есть прикол если отодвинуть предположим сиденье назад на спинку сиденье неважно что если вы выйдете из автомобиля зайдете захлопните дверь то сидение встанет в положение именно водителя но памяти который вы изначально оставили это кстати тоже все сенсорное и работают это очень просто вы наводите сюда нажимаете он подтверждает как бы вся клавиша это одна кнопка но зависит куда вы нажали то она и выполняет у меня пока так стоит так удобно это кстати отвечает за заднюю шторку здесь ручник у нас вот потом что еще дерево красивое все красиво покажу вам как работает люк сейчас получится тут сенсорный люк можно вот так проводишь рукой люк все шторка сначала открывается а потом откроется люк но также можно и кнопочки понажимать здесь вот тоже сам будет еще давай вот так можно играться короче говоря также можно принципе провести пальчиком остановить еще провести пальчиком будет тоже самое работать без проблем вот здесь кнопка отвечает за что вторую вторая шторка есть которая отодвигается вот так вот что еще тут у нас есть интересного вебаста туда стоит и камера может поиграться автоматически деактивировано вот так вот работает здесь эти диски у нас соответствует другим автомобилям но прорисовано что машина с панорамы уж с разных сторон не посмотреть игрушка же прикольно ну кому нравится кому не нравится мне не нравится то что она заужается вот если я буду парковаться с парковки мы ехали качка две машины прощение что визуализация не совпадает потому что они нарисовали что здесь типа мало места хотя на самом деле места много ну блин на ту же привыкать есть свой нюанс у меня был случай если у меня остался телефоне я вам один начал ставочку сделаю когда у меня пропала работа всей этой системы и не умея из кнопок работала только аварийка ужасные вещи оказаться на машине который зима работает печка на ты не можешь не регулировать ничего делать помогать на систем парковки здесь нажали кнопочку он будет искать парковку сегодня мужа искать ничего не будем выбаста включить выключить это сенсором прочитывает кто за рулем что меня выписал в этом автомобиле это маленькие карманы вот эти допустим в 222 221 более большие были такие карманы ну в 222 вообще такая штучка открылась очень удобно кстати нету подачечника так как здесь все накручено всякими красивыми новомодными штуками здесь нет подачечника но зато есть здесь вот зарядка автомобиля здесь зарядка автомобиля еще одна только зарядок и и очень маленькие бардачки и также есть зарядка автомобиля вот в том вот подлокотник кстати хочу вам еще одну на самом деле я я не думаю что это очень удобная штука идиотский планшет который я вам показываю вот так конечно красиво но я бы сделал потолок бы черным потому что он пачкается здесь не видно сейчас вон все есть но здесь у меня испачкана уже стойка не знаю когда чего так что так вот такая вот штука сейчас секунду микрофон отворился так ну что продолжаем вот воздуховоды здесь кстати говоря достаточно удобная штука я такой крепеж купил в принципе и iphone мини очень удобно ставится сюда не скажешь зарядку не поставить не подключить можно в него кстати включить будет тоже заряжаться так включили вот удобно держится и все видно по крайне мере с этой точки зрения очень удобно вот какие еще есть плюсики плюсиков много но самое главное это рулющийся подвеска и сейчас я вам расскажу про эту подвеску самый главный камень в этой подвески просто капец какой сейчас я закреплю камеру и вам покажу кстати по поводу камеры все не понимают почему камера без заглушки в основном раньше на машинах там на 222 когда стоял передняя камера она у нас пряталась а здесь она не прячется причина очень простая в автомобиле камера выезжает к сожалению у меня нет второго человека который бы поставил бы заснял бы это показал бы но она выезжает чуточку вперед и тем самым она вот зависит от того куда рулите она показывает больше информации вот такой нюанс кстати режет забор туда ушел это вообще грязно непонятно почему ну короче как то так вот так что выхожу ставлю губ ручку и буду вам показывать как можно поцарапать диски так мы мы закрепили камеру соответственно сейчас мы буду вам показывать в чем косяк с парковкой на данном автомобиле с рулящейся подвеской у нас тут не очень много возможности как это на снять кстати она рулится вот так вот сейчас камера сзади у нас на google про видите сзади тоже рулится офигенно ну короче вот у нас бордюр есть нам надо вашего запарковать предположим мы подъезжаем элементарно давайте вот здесь даже смоделируем ситуацию когда нам надо запарковаться вы едете вдоль бордюра вам надо запарковаться чаще всего как мы паркуемся нам надо машину припарковать дульбар его включаем проехал автомобиль соответственно да здесь нет мы встаем сзади начинаем парковаться назад руль выкрутился выкрутился заднее колесо потом мы едем прямо в обычной машине как я делаю я доезжаю почти до бордюра и потом выкручиваю до упора да и соответственно нашу морду здесь я встал соответственно у меня руль выкрутился видите и получается тем самым я и заношу морду но заднее колесо у меня начинает отъезжать от бордюра смотрите видите но отъезжает от бордюра где полоской соответственно есть нюанс я не могу теперь запарковаться вдоль бордюра как обычным способом соответственно тебя начинается мучение ты начинаешь парковаться еще дальше мы предположим нас есть место а если вы нет это еще мучительней происходит я назад 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 начинаю выкручивать обратно и у вас есть прям реальная вероятность того что вы диск начинаете царапать потому что он находится очень и очень близко к бордюру но это если мне надо близко так что имейте виду лучше близко не парковаться вот ну вот приблизительно я встал припарковался да а если бы я встал бы вообще рядом с бордюром можно постараться вот так вот еще ближе подъехать постараться есть один косяк вот я ровно стою у меня передние колеса тоже сейчас стоят вот я касаюсь уже бордюрами но так как я на месте это делал задние колеса не работают есть фишка если я включаю drive сначала вот я включаю drive и начинаю выкручивать руль тем самым я если бы стоял очень близко около бордюра я поцарапал диск и когда начинают движение видите он приближается бордюру сволочь соответственно надо чуть-чуть убирать руль и выезжать потому что иначе вы точно зацепите диск и уже там где обслуживает машину уже приезжали люди с проблемами дисков вот такой вот нюанс есть на автомобиле с именно рулищей этой подвеской ну это нюанс это дело привычки и надо знать что она у тебя реально очень круто рулится если бы вот в меню можно было бы тупо отключить эту функцию да допустим когда вы паркуетесь задней частью автомобиля предположим отключить или какую горячую кнопку здесь кстати с горячими кнопками тоже беда просто катастрофическая на первых вентиляция это так включается внутренне но не всегда это удобно потому что ты должен в меню зайти что-то сделать сейчас это здесь постоянно горит но иногда приходится вам для поднятия автомобиля я уже по моему об этом говорил нажимайте меню мы сейчас просто если в навигации было бы я бы нажал бы на меню в меню потом вы заходите вот сюда вот и вам нужно предположим поднять автомобиль почему нельзя было сделать это на горячую кнопку здесь это конечно вот особое мучение но это во всем потом круиз контроль очень удобно сейчас мы выйдем я вам покажу как он работает у сенсорной кнопки здесь работает идеально все абсолютно понятно все абсолютно показывает хорошо никаких сложностей никогда не возникает соответственно здесь всякие разные помощники и так далее еще одну фишку сейчас вам покажу я отъеду подальше отсюда мешать продемонстрирую одну самую хреновую штуку в этом автомобиле связаны с ручками этого автомобиля у него есть ручки эти выдвижные это сам ужасная вещь так продолжаем значит ручки расскажу вам сейчас я выйду сниму камеру и про расскажу про ручки короче рассказ про ручки что мы сделаем возьмем банк карточку короче рассказываю что он фишка ручек зимой они у вас замерзают и так далее мы закрываем машинам предположим кладем ключик и нам нужно вскрыть машину представлять подходите к машине она допустим маг может быть заведена или еще что то и вам нужно вскрыть эту ручку соответс берем карточку какую пластику нажимаем вот сюда вот и вот здесь поддеваем пластиковой карточкой ручку и вот таким образом вы сможете открыть здесь ставить ключ вы видите и открыть ручку у меня был случай когда машина была заведена и ручки закрылись она стоит постоянно открывается закрывается но вот открыть ручку вот именно вот таким немного странным способом чем-то надо пластиком поддеть ее как нибудь нежненько это еще не всегда сразу получается вот так вот 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 такая фигня с ручками зимой они умудряются замерзать и они тупо не открываются у меня как раз таки она открывалась закрывалась и торчала короче когда отъезжаешь машина закрылась и ручка торчит вот так она в поднятом состоянии находится все сниму эту штуку не знаю что вам там было вида вот это состояние поднятого автомобиля вот так колеса везде одинаковые все одинаково машина прикольная но я бы конечно же ручки поставил обычную потому что париться с тем что они закрылись открылись это редкостный геморрой в этом есть свой нюанс вот так ладно хочу прокатимся еще и поедем домой сейчас я одеваю подождите не знаю что я снимаю самом деле ну посмотрим что получится так ну что прокатимся чуть-чуть когда машину заводите она делает надо ее прописать то что и вы сели нажали кнопочку обязательно потому что иначе у вас половина функции не будет работать вот я включаю меню можно так оставить короче выезжаем как она рулится у нас мы уже видели в машине есть фишка одна потрясающая что мне очень сильно нравится когда вы очень сильно устали тут есть массажа разных всякая фигня но вы когда входите в кондиционер есть качество воздуха еще есть тут у у нас сейчас я вам найду блин я все время забываем оплю забываю что где чё потому что иногда я не всем этим пользуюсь постоянно вы входите в комфорт и в комфорте у вас есть всякие массажи туда-сюда но есть вот этот же комфорт вот предположим вам нужна свежесть включаете водитель и сейчас будет звуки и у вас подсветки все меняются внутри на это надо ночью снимать соответственно или в темное время суток и фишка заключается в том что здесь происходят звуки разные а это все сопровождается разными массажами вибрациями сидений так далее но когда надо когда не надо соответственно это ничего не вибрирует просто просто вот потом значит тут есть еще у нас так включим круиз нифига себе porsche проехал так включаем круиз активный круиз контроль а сейчас смысла нет парковка будет так ладно предположим лесная поляна включаем и у нас будет лесная поляна ну так скажем игрушка игрушка да но прикольная на самом деле потому что по звучанию потрясающе если ты хочешь так расслабиться то это прикольно ну в мерседесе как всегда хорошая шум и звукоизоляция так далее шум море можно включить а Да, это сделано на звуке К сожалению, не пугайтесь Так, ну что, снимаем эту штуку Волшебную, не знаю Не знаю, чем лучше снимать Вот GoPro, который периодически глючит Или снимать на ту камеру Вот в комментариях напишите мне Потому что мне надо было с улицы снимать и звук записывать Я, соответственно, снимаю двумя камерами Вот То и не люблю снимать, потому что у нее угол Очень маленький Сенсорный мне очень нравится, как работает Круиз-контроль мы включили Все работает 102 км в час Можно выбрать дистанцию Видите, она меняется Кстати, не знаю, видно Этот самый Дисплей Там все красиво меняется Реально очень удобно Машина просто как сказка Ездить одно удовольствие Кстати, прикольно Показывает, что машина впереди едет Я еду 110 км в час Здесь разрешено 110, так что никого не волнует Проблема, как они там едут Вот Я же не грел в ряду, как большинство ездит Так, руль поддержали, нормально Еще мне нравится По одной вот прибавляется По одной проводишь пальчиком Просто нежно Оно прибавляет в обратную сторону Будет убавлять Также и лимитатор работает Выключаете просто лимитатор Нажимаете сюда И вот у вас ограничитель срабатывает Супер, супер Вообще отлично Короче, выключаете лимитатор Включаете скорость И погнали Можно так отменить ее Потом опять включить Все очень четенько работает Мне очень нравится Я очень доволен Вот Тут есть еще вариант Когда щетки так вот красиво делают Я вам расскажу это как делается Надо только остановиться Вот Когда вы открываете капот Фары Ночью светят специфически Прикольно показывать Что вберите машина Какая-то в районе Типа дистанцию держит Блин, тут каждый раз Когда смотришь что-то новое Автомобили И удивляешься Блин, как это так работает И это так работает Ой, а вот это вот так работает Блин, что-то все так летят Один я тут по правилам еду Сегодня Не, в основном я еду Плюс 15 км час Ну, бывает 20 Но Так как, чтобы вам показать И мне было это комфортно Я еду С разрешенной скоростью Ладненько Вот такой вот прекрасный автомобильчик Если еще какие-то будут отдельные кадры Я сделаю по скриптам И вам покажу А так Все отлично Если не нюансы с бардачками С местами для всякой разной мелочи То, соответственно Проблем с автомобилем нету Есть, как говорится Капли дегтя Во всем есть Какие-то нюансы Ну и немного Ночного В ночных съемках Сделаем Вот как все красиво светится Классно И как раз таки Вот про меню То, что я говорил Что мне нравится Или классический вариант Или Или вот этот Вот эксклюзивный Вот видите Он синенький Такой весь Красивый И вот эта часть черная Становится Иначе В нем Сейчас Назад Так И то, что по музыке Я вам говорил Точнее по наслаждениям жизни Комфорт Вот этот вот Так называемый Входим в комфорт И вот когда вы нажимаете Свежесть Видите Все меняется Абсолютно все Ну звуки вы слышали Так у нас получается Давайте Лесная поляна Еще включим Вот он становится зеленый К примеру Птички поют Шум Ну летний дождь Давайте включим До этого не было Летнего дождя Вот Так вот выглядит Летний дождь Это как будто По стеклу Стекают капли Ну по звуку Конечно шикарно А когда Кстати говоря У вас уют Вот этот по-моему Уют или А не тепло Тепло Когда включает Тепло У вас включается Еще подогрев Сиденья Но это я не буду На улице жара Так Пум-пум-пум-пум Выключим Радио работает Вот Такой вот По красоте Нюанс Ну светится Красиво И по поводу Щеток я вам говорил Вы Кнопочку Кнопочку Омывателя Удерживайте Несколько секунд И у вас будет Вот так Причем это Не замедлено Это просто Он так делает Прикольно Да Ну и все Зато более обильная Мойка Стеклолбового Такой вот Нюансик Ну ночью Кстати он Прикольно Сидится Мне нравится Красиво Все Пока-пока Прикольно Прикольно Прикольно